всем привет сегодня будем тестировать лампочки м2s как и обещал также бонусом будет тест лампы f3 самая наверно популярная и продаваемая лампа ну или одна из самых популярных вот поэтому будем тестировать и сравнивать их с конкурентами ну давайте посмотрим на все эти лампы поближе тут насобирал коробочки ну начнем с основного это у нас лампы м2s я взял h4 h7 и h11 цоколь на пробу лампа f3 здесь этого я не знаю не написано ну как бы если забить в алиэкспресс то будет лампа f3 очень напоминает лампу деккер но но ну вот я вспомнил про деккер теперь давайте сравнивать основное отличие вот ламп f3 от деккера здесь у нас заявлено от 9 до 32 вольт и указан тип диодов gxp три штуки кастомайз доработанная то есть диоды gxp вот это у нас лампы f3 теперь открываем инструкцию к лампам деккер смотрим значит что у нас здесь здесь у нас указано напряжение 9 16 вольт а какие диоды не указаны да это какой-то минус так скажем косвенный но лампы реально работают реально светят реально ходят то есть то что там не указано ну может секрет фирмы теперь раз мы уже про идиоды начали говорить давайте посмотрим какие диоды стоят в лампах м2с я уже проверил лампу h4 там такие же стоят диоды gc r 7535 кто разбирается в этом всем деле пишите комментарии будет интересно почитать ну цветовая температура 6000 кельвинов заявлено ну как бы по опыту скажу большой разницы там вот вот здесь вот шесть с половиной тысяч кельвинов заявлено вот сигма мини допустим тоже достал их посмотреть какие там диоды и указаны вот шесть тысяч с половиной кельвинов и диоды кри то есть какие кри непонятно тоже напряжение 932 вольта мощность 30 ватт то есть я уже делал обзор на них делал на деккер обзор и на инфолайт почему здесь лежит еще инфолайт здесь просто тоже указаны диоды gx и то есть по характеристикам вот кроме мощности и светового потока то хотя даже вот я смотрю сейчас инструкцию лампы в 3 смотрим значит 45 ватт 932 10000 люмен здесь у нас тоже самое все только 55 ватт 932 10000 люмен айпи 65 и там и там диоды gxp и там и там шесть с половиной тысячи там и там в общем то все идентично абсолютно кроме мощности то есть вот лампы которые стоят можно сказать два раза дороже инфолайт с 1 они мощнее и вот лампы f3 и так давайте посмотрим на лампы м2 с поближе так это у нас лампа h11 цоколь кулер у нас без большой защитной сетки размер у него достаточно такой вменяемый как бы сделали не подсказывали здесь зазорчик между лопастями немножко увеличили а то были случаи типа что они цеплялись лампы мощностью 32 ватта диодики фокусируйтесь вот такая медная подложка у нас с означает м2 были лампы есть они в принципе и мне вот принесли их как бы на тест разные но вот я выбрал эти для обзора потому что они реально мне понравились по светотеневой границы я сейчас буду и включать и по крайней мере я тестировал h4 h4 лампочку ну как бы большой разницы я думаю нету между этими всеми лампами там h4 h11 h7 то есть конструктив одинаковый нету внешнего булочка драйвера то есть это удобно если тесная фара то не надо никуда ничего особо запихивать то есть достаточно ну все компактно получается вот такая вот три щеточка уже весьма популярная она вот применяется и на декерах и на инфолайте и вот даже на вот с уфу с ff3 вот с таким внешним драйвером обновленный драйвер то есть до этого драйвера шли вот с прямыми такими полосками то обновленные лампы уже идут ну как бы вот с таким ну как бы это f3 а то декер то есть разница уже есть по материалам то есть лампа достаточно легкая материалы пластик алюминий то есть вот это вот цоколь то есть в отличие от более дорогих ламп он пластиковый то есть но тестировали подходит от ламп f3 насколько я помню здесь он алюминиевый берем цоколь от лампы f3 он алюминиевый вот здесь вот железо блестит теперь беру лампу м2s h4 и у нее пластиковый цоколь то есть видите здесь ничего нету и беру теперь вставляю лампу м2s в алюминиевый цоколь из-под лампы f3 идеально уже получился тюнинг ну лампа как бы стоит дешевле соответственно ну и 32 ватта то есть китайцы видимо рассчитали так что вот достаточно этой мощности рассеивается вот на радиаторе так вот неправильно вставил лампочку видите шторка сверху получилось надо вставлять лампу так чтобы шторка была снизу то есть вот этот пытки к ваш четвертом цоколе большой это вверх проводом вниз и вот шторка у нас шторка у снизу получается вот так надо вставлять h4 лампочку так теперь разгребусь здесь немножко и будем тестировать лампы уже в фарах и так как обычно для контроля вставил галогеновую лампу остром 64193 sv2 выставил ее на центр и контрольно замеряем галоген h4 и так выдает он на центре 1200 люксов говоря 1300 люксов 1350 вот так светит галоген теперь вставляем лампу м2 с еще раз на нее посмотрим h4 цоколь и так лампа м2s h4 установлена как можем наблюдать есть верхней части небольшие засветочки но в целом светотеневая граница очень и очень достойная есть лампу которых она гораздо хуже так мы можно сказать прошло 30 секунд после включения я замеряю на холодную вот у нас три двести вот три двести двадцать и постою минуту и посмотрим насколько упадет яркость освещенность итак прошла минута как мы можем наблюдать яркость уже упала до 3000 практически люксов люксметр держу на месте не шевелю его подождем еще одну минуту и так лампа проработала две минуты уже как мы можем наблюдать две тысячи девятьсот девяносто люксов ну то есть она постепенно очень медленно падает но держится около трех тысяч люксов ну я думаю через там 15-20 минут будет там 2 800 там допустим или там 2 700 ну я думаю что не меньше там запишем результат 3000 люксов для этой лампы так ну и надо посмотреть дальний свет так как у нас аж 4 лампочка и так зафиксировал дальний свет на данной лампе она все время работает дальний свет у нас 4 600 ну весьма и весьма неплохо 4700 люксов даже вот 4 800 так переходим теперь к лампе аж 7 и так перед замером лампы аж всем проверим галоген какая там лампа я точно уже не помню ну там что-то нормальное должно быть либо остром либо philips я уже не стала достава час достанем после замера посмотрим так выдает аж 7 фаре fiest и у нас две тысячи люксов 2100 2150 там 160 общем 2100 люксов галоген фара fiesta светит вот так будем сравнивать с ледами то есть вот ширина и все остальное но это правая фара поэтому свет вправо светит сильнее чем влево и так подключаем лампу аж 7 и вот что я заметил мы можем подключить что так что вот так то есть здесь полярность не имеет значения то есть это огромный плюс потому что есть машины с отрицательной полярностью то есть минусом свет включается плюс постоянные а минус приходит здесь не надо заморачиваться то есть как не вставишь так оно и работает все вы сейчас выставлю лампу фару и будем замерять так выставил фару наконец-то там очень неудобное крепление бабочкой надо какую-нибудь себе фару по даже всем с нормальным креплением взять ну вот это вот максимум который получилось получить по стг то есть причем хочу заметить лампа стоит под углом то есть не совсем вертикально вертикально стг размазывается гораздо сильнее короче стг надо всегда регулировать то здесь хорошая трещотка на этой лампе поэтому здесь это плюс посмотрим на освещенность было 2100 люксов получили 4 200 ну вот прибавка в два раза то есть реально очень неплохая так ну будем считать что это на холодную хотя уже она там минутку поработала сейчас выберем какую-нибудь точечку яркую все вот здесь я зафиксировался теперь от засекаем минуту итак отстоял минуту больших изменений я не вижу давайте постоим замеряю я еще одну минутку как видите ничего не изменилось за вторую минуту поэтому фиксируем вот этот вот результат выше здесь никого не вижу ничего не вижу то есть 4000 17 люксов пускай будет все теперь переходим к h11 цоколю как обычно буду использовать для теста тестовую линзу который уже неоднократно использовал теперь вставляем лампочку вот я провернул до конца трещотку все лампа у нас стоит неправильно так теперь вставляем лампу правильно надо большим вот этим вот усиком чтобы она стояла примерно на 10 часов теперь вставляем так лампу и у нас провод вниз то есть все получается четко подключаю замеряем так лампа м2s h11 установлено в линзу валю оригинал ford fusion мощность лампы 32 ватта вот так она светит есть небольшое пятнышко в принципе какие на других лампах которые тестировал ширина все в принципе как обычно стандартно то есть лампа стоит вертикально так посмотрим что она выдает галоген я не стал замерять я уже это делал там есть отдельный ролик где кучу галогенок тестируют они там все около по моему 2000 выдают 3 600 декеры по моему около 4 я не помню просто наизусть все лампы смотрите другие обзоры там сами уже будете решать какие лампы вам нравятся по бюджету по деньгам по цвету ну принципе светит неплохо то есть как бы лампы не супер дорогие то есть они дешевле чем f3 3300 люксов так посмотрим как они на прогрев прогрев будет опять же две минуты я не буду делать паузу две минуты прогреваем итак как мы можем видеть яркость в принципе держится на уровне три с половиной тысячи люксов здесь особо больше ну где-то в одном месте здесь есть 3 600 ну в целом 3500 люксов выдают эти лампы даже спустя прогрев ну как бы закрытой фаре будет понятно жарче чем сейчас поэтому ориентируемся на значение три с половиной тысячи люксов вот такой вот цвет кому надо меньше черное пятно покупайте лампы более дорогие типа инфолайт с 1 кайхен gt там это пятно чуть чуть поменьше переходим к лампам f3 ваш четвертом цоколе так установил я лампу f3 45 ватт h4 цоколь еще раз посмотрим на данную лампу очень похоже на деккер похоже на другие лампы вся черная ну вроде бы есть при заказе возможность сделать типа их с одной стороны красными с другой черными кому это надо ну черный лучше я считаю потому что был случай мне вставил человеку на мотоцикл лампу деккер с красным и вот это вот шторка красная она отсвечивала как-то в фаре и на дороге было красное пятно я ее заклеил алюминиевым скотчем и проблема в принципе ушла теперь замеряем на холодную кстати да вот так это светит вправо больше влево меньше и засветочка есть очень похоже все на лампы деккер и остальные к лампы мощная то есть у всех идут засветки то есть более мощные лампы идут засветками выдает 4 900 4 900 так ну лампа видимо прогревается и яркость освещенность падает так все фиксируюсь не ждем две минуты итак прошло две минуты яркость упала у нас до 4200 люксов освещенность принципе посчитайте сами насколько процентов это уменьшилось принципе я ничего не вижу тут такого нового какого-то и либо сверх какого-то естественного то есть 45 ватт лампа проверенная уже не знаю она очень похожа на деккер то есть вот ее плюс она заявка что она до 32 вольт то есть а в декерах дождь 16 вольт то есть подойдет по идее данная лампа еще и на грузовике как бы это на тестировать я не пробовал если кто-то ставил на грузовик данной лампы пишите комментарии я думаю всем будет полезно узнать такую информацию кстати дальний свет и не замерялся секундочку еще дальний свет лампа f3 уже прогрев прошел выдает 5000 где-то 5600 5700 даже вот весьма неплохо светят данной лампы ну надо учитывать что засветки будут сейчас отключу дальний свет то засветочки есть и они достаточно приличные в общем вот такой вот обзорчик у нас сегодня протестировал лампы m2s лампы f3 если вам понравилось видео вы уже знаете что делать палец вверх до новых встреч всем пока и и и и и и